Я Галина Голландский. Я вяжу с 6 лет. Моя бабушка научила меня, потому что я сама очень долго приставала к ней. Я всегда вязала. Меня очаровывал сам процесс, когда ты сам своими руками из клубка ниток создаешь вещь, которую можно носить. Этот процесс всегда и сейчас наполняет меня волнением и волшебным ожиданием чуда, которое стекает с кончиков моих пальцев. Но при вязании спицами это чудо стекало так медленно, что превращалось из наслаждения в пытку. Почти ни один свитер я не могла довязать до конца. Кончался запал. На свою первую вязальную машину я не могла надышаться. Снова чудо. Провел руками каретку и один такой ровненький ряд готов. Продажа первого свитера так вдохновила меня. Людям так нравится моя работа, что мне дали за нее деньги. Я считаю, что раньше, чем дизайнером, я стала технологом вязания на ручной домашней машине. Мое образование инженер-миллиоратор. К дизайну и текстилю никакого отношения не имеет. Но оно дало мне технический взгляд на процесс вязания. Свои инструкции я оформляю в виде чертежей. А изучаемая геодезия в институте дала мне отношение к этим чертежам, как к карте местности, по которой ты идешь к намеченной цели. На мой взгляд, это очень удобно. Ты всегда знаешь, в какой точке пути находишься, куда идти дальше и сколько до целей. Мой опыт формировался работой с клиентами. И я не отказывалась ни от каких, даже самых сумасшедших запросов. Для израильского дизайнера Сасана Кедема я сделала шарф-кардиган, состоящий из 22 отверстий и 16 рукавов. Примеряя такую вещь, мозги выносит как минимум на час, а экстаз зашкаливает за все пределы. Я работала со многими израильскими дизайнерами. Я приняла себя как дизайнер, когда поняла, что пока я придумала для своих клиентов и для своих коллекций новой моделей, я создала много новых и уникальных методов вязания, которых еще не было. В принципе, отношение к машинному вязанию – это сделать как фабричное, только дома. Раньше, когда в магазинах был небольшой выбор товаров, то сделать себе дома свитер как фабричный было круто. Но при сегодняшнем изобилии трикотажа в магазинах, какой смысл делать еще один такой же? У меня выработался совсем иной вид рукоделия. Это не фабричная работа, но и не вязание на спицах. Это ручная работа, которая сейчас очень ценится. И это сразу видно. У меня огромное количество разработанных мной моделей. Техник вязания, творческого процесса, крошения, организации трикотажного бизнеса. Пришло время делиться моими сокровищами, и я очень рада это сделать. Я пишу свои инструкции как историю. Как рассказ, чтобы они не были скучными и занудными. Я помню, как инструкции по вязанию из журналов наводили на меня страшную скуку и мозговой ступор. Хотя я вроде не такая тупица. В школе была отличницей. А теперь у меня есть новая цель. Сделать из инструкции увлекательное кино, детектив, мелодраму, историю любви. Для этого я покоряю новые вершины. Учусь снимать видео. Я обожаю создавать свою жизнь, словно вязать замечательный, уникальный, волшебный свитер.